всем привет приветствую вас на своем youtube канале это видео будет посвящаться шторам на косые окна к сожалению у меня нет возможности показывать на реальном окне снятие мерок показывать нюансы и тому подобное поэтому я буду показывать исходя из того что имею я сделала такую вот визуализацию косой стены и косого окна и сейчас хочу показать как правильно снимать мерки какие мерки важны и нужны и так для начала нужно определиться какой у нас будет карниз то есть можно прибить к потолку либо же трубчатый карниз ну допустим у нас будет вот такая вот кованый карниз круглый вот так мы выше окна его прибиваем не прибиваем устанавливаем надо говорить грамотно иначе меня сейчас начнут как всегда комментариях поправлять но не без этого как разговаривают так разговариваю и хочу сделать акцент на том что вы черпаете информацию с видео совсем не ту как правильно разговаривать и какую терминологию нужно употребить в том или ином месте а вы черпаете информацию как все-таки шить такие шторы вот так установили мы карниз вот это вот кронштейны и теперь приступаем к снятию мерок у нас здесь вот кольца на карнизе ну и соответственно из-за того что карниз под наклоном эти кольца все будут съезжать вниз поэтому первое кольцо мы задеваем за кронштейн и таким образом он будет фиксировать штору и не не будет съезжать вся это ну все крючки вниз сразу задеваем это кольцо за кронштейн и вешаем крючок на кольцо и снимаю я всегда размер от низа крючка до пола также я поступаю с этой стороны так как у нас здесь будет фиксированная штора и здесь за кронштейном будет кольцо чтобы закрыть кронштейн вот и она не съедет так как у нас здесь зафиксировано также цепляем крючок и от низа крючка в пол снимаем мерку хочу сделать акцент на том чем же снимать мерки с окна снимать рекомендую жесткой рулеткой также в дальнейшем рекомендую использовать эту же рулетку когда вы отмеряете высоту и шьете саму штору так как рулетки бывают разные ли рулетка может не совпадать с метровой линейкой которой вы привыкли пользоваться например и или про сантиметровые ленты я молчу их лучше в шторах вообще не использовать потому что будет погрешность погрешность в 0 5 миллиметров по низу штор играют роль так как мы и так здесь делаем до сантиметра отнимаем примерно 0 5 1 сантиметр мы отнимаем от пола то если у нас будет погрешность там в 0 5 или до 1 сантиметра это будет играть роль поэтому той рулеткой которой вы снимаете размеры с окна той рулеткой и отмечать высоту в шторах также хочу заметить что рулетка должна быть четко от низа крючка и четко перпендикулярно к полу под углом 90 градусов должна быть рулетка ровно вот может быть неудобно снимать одному поэтому попросите чтобы кто-то вот здесь подержал рулетку под низом крючка вот и вы уже будете смотреть внизу размер рекомендую снимать четко в пол а потом уже отнимать 0 5 летом один сантиметр сколько вам нужно так как на весу это угадать практически нереально дальше мы берем вот это расстояние берем вот так ширину окна вот эту ширину окна вот вы визуально смотрите на это окно и вот эту вот ширину не по не по косой не так по косой ширину нет они внизу а четко вот как вы смотрите на окно мы делим мы делим это пополам вот и снимаем мерку также от низа крючка в пол затем если у вас окно не широкая то в принципе этих мерок троих достаточно если у вас окно широкая или вы сам не сомневаетесь что вам достаточно то тогда вот эти вот участки мы также делим пополам центры и таким же образом снимаем высоту рекомендую все вот так вот чертить прям в тетрадке такую схему и записывать вот так четко размеры например здесь будет 230 здесь будет 260 но я к примеру говорю здесь будет 240 например вот ну и соответственно везде вы записываете везде каждую мерку также вы записываете какая здесь ширина у вас пополам сколько у вас все это лучше записывать и на себе в блокнот куда-то на листик вот так делать схематически чтобы наверняка не ошибиться потом в просчете высоты уже на ткани также нам нужно снять ширину или длину карниза это нужно нам для того чтобы высчитать сколько нам нужно ткани какой коэффициент будет и соответственно сколько ткани нам потребуется на длину этого карниза вот так же можно определиться где у нас будет разрез на шторе например если у вас там балконная дверь например вот здесь находится то рекомендую делать разрез именно в том месте где идет балконная дверь и вот так вот размер нужно снять от от края до начала разреза нужно дня снять вот эту вот мерку чтобы потом рассчитать этот разрез можно делать на одной ленте чтобы здесь у нас не съезжало вот разрез это очень удобно также если вы любители цветов и часто поливаете свои цветы на подоконнике то также можно сделать разрез по центру я буду на примере показывать без разреза но проговорила этот момент чтобы вы имели ввиду что так тоже можно собственно говоря вот и все размеры которые нам нужны ну и теперь можно приступать к просчету ткани и пошиву самой шторы также хочу вставить видео из моих прошлых лет о том почему я снимаю а высоту именно от низа крючка почему удобнее и правильнее снимать высоту от низа крючка потому что есть разные ленты видите и расстояние петли она не совпадает и разница вот это 0 5 сантиметров она будет на высоте играть важную роль поэтому лучше отмерять от низа петли и тогда уже где будет находиться ваш крючок например на второй петле тогда от второй петли высоту откладывать уже на шторе не забывать добавлять ткани на высоту ленты и на подгиб итак допустим у нас ширина 250 по карнизу наборка ткани зависит от того каким образом у вас будет пошита эта штора то есть вы будете использовать ленту шторную либо же ручную складу да и также можно сделать ручную складу на косое окно но это уже совсем другая история и если кому-то будет интересно напишите в комментариях я сниму отдельное видео как сделать ручную складу на косые окна в этом видео я рассмотрю только на шторной ленте хочу отметить что существует специальная шторная лента для таких каскадных косых окон я сейчас прикреплю здесь фото на которых вы увидите эту ленту в ней есть я думаю такие ленты существуют с разным коэффициентом 1 к 2 1 2 с половиной но это мои предположения вот но также можно использовать обычную ленту единственное это то что в обычной ленте могут быть заломы также прикреплю фото с примером когда пришита обычная лента чтобы вы понимали разницу когда пришита специальная лента и в чем ее отличие к сожалению у меня в реальности нет такой ленты специальная чтобы я вам наглядно показала но я нашла фото и хочу чтобы вы знали эту информацию допустим два с половиной мы умножаем на коэффициент два с половиной коэффициент у нас получается пять с половиной метров ткани нам потребуется на эту штору если коэффициент 2 то нам потребуется 5 метров ткани на это окошко вот так вот легко и просто сделать расчет сколько ткани нам потребуется но хочу еще обратить ваше внимание что некоторые задавали мне вопрос по поводу того какая же ширина у ткани длина как она набирается честно хотелось всегда мне снять отдельное видео на эту тему но сделаю пометочку в этом видео сейчас в современных этих шторах в тканях наборка идет по ширине по высоте они идут 280 250 нет 250 нет 283 320 метров идет высота в шторах в рулоне и наборка идет по ширине поэтому вот эти вот шторы которые были полтора метровые набиралась высота они также сейчас даже в современных коллекциях присутствуют но не пользуются уже такой популярностью как раньше и так занимаемся раскроем ткани такой вот момент как ровно обрезать ткань отрезать я делаю делаю таким способом я беру вот так вот ниточку вот так и и так я вытягиваю вот и мне видно вот здесь вот как эта ниточка проходит и по ней так вот режу ткань я не ориентируюсь на рисунок так как рисунок может быть немножечко смещен а по нитке вот этой вот долевой всегда получается ровно но есть ткани исключения там где нитка также может увести немножечко косо поэтому в идеале конечно если все это раскраивать на большом столе чтобы вы видели чтобы вы могли положить на стол вот так вот четко а линию ровную посмотреть ровная ли отрезалась ткань нету никаких там перекосов и тому подобное но так как многие из вас я думаю шьют также как и я в домашних условиях то вот такой вот способ очень и очень выручает еще раз покажу я беру вот так вот ниточку вытягиваю на этой ткани это делается не так уж и легко вот ее не видно не нарвется но есть камни на которых так легко она тянется и прям видно эту полосочку по которой резать вот ведь она отрывается но тем не менее видите вот сейчас я сфокусирую вот тем не менее видите видно вот полосочку по которой нужно резать вот так в общем вот такой вот у меня небольшой отрезочек ткани я думаю что вот так вот чтобы все помещалось в кадр и вам было видно полностью все это намного удобнее и понятнее чем нежели я бы показывала на реально большой шторе вот я таким образом шила покрывала кому интересно я оставлю ссылочки в описании под этим видео мастер-класс по пошиву покрывала я также шила такие небольшие покрывала рассказывала подробно поэтапно каждый шаг но вы уже должны это повторять в крупных масштабах по вашим размерам вот мне кажется это очень удобно и так у меня идет такая вот веточка наверх поэтому это низ шторы сейчас я вот так вот поверну чтобы было удобно в кадре вот сейчас я сделаю на метку себе под гибкие низа у меня будет подшиваться низ и 3 на 3 сантиметра вы подшиваете как вам нравится и как вы считаете нужны по какой-то технологии потому что очень многие пишут что по технологии должен быть низ не меньше там 5 сантиметров потом по технологии боковые швы не должны быть узкие должны быть широкие либо должны быть и московским швом подшиты еще раз повторяюся я это повторяю очень часто что я думаю что технологии очень много нет какой-то одной стандартной технологии тем более мир меняется технологии меняются нужно идти в ногу со временем если вам не нравится эти много со временем и а пользоваться какими-то новыми технологиями то пожалуйста пользуйтесь теми которыми вы привыкли которыми вам нравится также хочу заметить что в каждом салоне штор есть свои правила и своя технология в одном салоне штор привыкли подшивать и бака два на два причем и на легких тканях и на тяжелых тканях ну вот этих вот портьерных а в другом салоне в котором я работала там бог подшивался московским швом на легких тканях и узким швом на портьерных тканях ну то есть и где кто не прав во все правы все вот так вот себе создали какие-то такие вот стандарты технологию и по ним работают поэтому выбирайте свои размеры боковых швов и подгибку низа то есть так ту которую нравится вам вот теперь еще один момент теперь подшиваем бока и низ у меня на канале есть видео о том как я подшиваю низ и бока я также оставлю ссылочку в описании под видео хочу заметить что многие подворачивают сначала боковой шов 1 2 а потом подворачивается низ так шью я но многие мне также пишут что по технологии нужно сначала делать подгибку низа затем подшиваются бока якобы в таком случае когда вы так вот выпад делаете первый вот этот вот заворот этот бок не мне будет выворачиваться да я с вами полностью согласна что в некоторых тканях которые такие прям плотные то только так и нужно поступать потому что реально если подшить в начале бог а потом низ вот так вот этот не сможет так топорщится вот и тогда уже лучше подшивать низ а потом бог чтоб этот бог был вот так вот туда направлен так сказать но это это технология также правильная то есть вы не не сделайте ошибку если сделаете так или так я сейчас буду шить по привычному мне способу сначала бока потом низ выше эти так как вам удобно так как вам нравится можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть на видео там я показывала обработку даже такую чтобы вот так вот здесь застрочено было и затем одной строчкой шьется бок и низ это очень аккуратно и очень классная обработка в шторах если вам захочется можете так подшить но это займет больше времени но оно того стоит обязательно посмотрите это видео и затем примите решение как вы будете подшивать свою штору подшивая боковой шов хочу обратить внимание на вот такой момент я думаю тот кто шил когда-либо шторы либо захочет попробовать шить штору обязательно с этим сталкивался или будет сталкиваться это перекос бокового шва если вот так вот заворачивать и по дну делать подгибку и просто шить то обязательно этот шов вот так вот перекосится будут вот такие вот заломчики в начиная уже середины шторы так как это высота например 250 260 сильно высокая и на протяжении всей строчки она сдвигается 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 в итоге потом получается перекос чтобы такого не было я поступаю таким образом смотрите у меня есть на ткани рисунок я могу ориентироваться тут даже вот такие вот полосочки есть я могу ориентироваться по ним то есть я делаю руками вот так подгибку и вот так вот выравниваю так чтобы у меня совпал этот рисунок ну направление вот можно приколоть булавочкой я вот так вот фиксирую рукой ну держу здесь этой рукой я подтягиваю эту ткань и в общем ловкость рук если я вижу что здесь слабина я значит подтягиваю например вот эту верхнюю ткань если я вижу что наоборот я подтягиваю нижнюю ткань ну в общем все это делаю руками но стараюсь чтобы на протяжении всей строчки у меня была подгибка четко ровная если вы делаете широкую подгибку например два на два то можно сначала заутюжить ее наколоть булавками а потом уже делать строчку также я советую с низом низ широкий то сначала его вот так вот заутюжить заутюживаем и сначала по линии которую наметили а затем вот так делаем подгибку вовнутрь и еще раз это все заутюживаем и потом вот так вот накалываем через расстояние чтобы уже никакого перекоса у нас не возникло вот такие вот моменты если ткань без рисунка однотонная и невозможно ориентироваться то все равно вот у вас лежит вот так вот ровно ткань вы берите ее через расстояние и ровно как раз раз подвернули я надеюсь это видно давайте с этой стороны покажу вот вы вот так вот отодвинули немножечко подальше не прям вот здесь вот под машинкой а вот так немножечко сдвинули и делаем вот так четкий заворот раз-два ну то есть вы четко знаете что вы здесь ровно сделали подгибку ткани затем я вот так вот это все фиксирую рукой вот так натягиваю заправляю вот здесь вот ткань и если у вас здесь какой-то возник уже перекос вы будете видеть вот например у такая слабинка у вас появилась то таким образом вот здесь вот поднимаем лапку вот здесь вот вот так проталкиваем эту ткань и стараемся к этому моменту моему пальцу чтобы она выровнялась в общем вот такие моменты но если делать так сначала строчки вот как я говорила так подвернули зафиксировали пальцем прошили опять подвернули зафиксировали ровненько так вот все раз прошили то никакого перекоса концу строчки не будет и в конце вот видите в конце точно также мы ровненько раз раз а если бы у вас был перекос у вас бы у вас бы получилось вот такая вот бы беда то есть у вас бы было бы так вот выглядывала эта подгибка но так как мы ровненько вот так вот подворачиваем и все ровно у нас получается вот подшили мы бака низ и теперь приступаем к самому интересному это делаем разметку отмеряем высоту шторы в общем по нашей импровизации например с этой стороны у нас получилось 260 от низа крючка до пола поэтому предлагаю сначала на бумаге сделать себе такой расчет 260 минус один сантиметр от пола я беру выберите столько сколько вам нужно хотите 05 сантиметров берите 05 хотите делайте так как я один сантиметр получается 259 теперь так как мы измеряли от низа крючка нам нужно посчитать сколько от низа петли на которой будет висеть наша штора до верха ленты вот я измеряю и у меня получается два сантиметра от низа петли до верха ленты если будете делать на второй петли от 2 от 2 низа петли до верха в общем я беру от первой петли два сантиметра нам нужно добавить два сантиметра получается 261 вот такая высота у нас с этой стороны то же самое мы проделываем с каждой нашей меркой так пошила уже полностью пришила ленту и забыла что нужно сделать вот такие вот тех загибы завороты как угодно их называйте но без них шторы выглядят не очень опрятно и в этой шторе не подвернешь этот бок потому что здесь скошен угол и его нужно подворачивать сразу до пришивания до измерения даже высоты поэтому штора моя немножечко укоротилась но ничего страшного я думаю это не играет прям столь такую важную роль вот еще после того как я пошила прострочила бока и низ хорошенечко все нужно отутюжить также забыла и упустила этот момент про декотировку ткани изначально перед раскроем перед пошивом всегда нужно делать декотировку ткани декотировать ткань хорошенечко с паром проходится утюгом чтобы ткани дала усадку шторные ткани не садятся но бывают такие что все таки дают усадку поэтому все это утюжим перед пошивом после того как прошили низ и бока хорошенечко тут уже ли строчки что все было ровно и приступаем к разметке высоты делаем вот такие вот изначально тех загибы я делаю 7 сантиметров до 10 сантиметров но не меньше 5 например все это тоже индивидуально в общем можете взять 7 сантиметров и я думаю не ошибетесь вот так вот делаю я подгиб очку и можно сколоть булавками чтобы у вас никуда она не съехала можно также внизу приколоть чтобы когда меряли высоту чтобы у вас там нигде не скосилась а четко вы уже знали но я на маленьком образце не буду этого делать также с этой стороны делаем я на глаз делаю подгибку а вы там линейка отмеряйте чтобы у вас было два бока одинаковых также фиксирую все готово теперь нам нужно наметить линию вот так как я там уже рассказывала в предыдущем моменте как мы отмеряем все по нашей схеме вот ставим меточки у меня это меточки импровизированные вот я сделаю вот так вот все это на глаз но вы берете свои размеры от низа шторы до верха по вашим расчетам поставили метку теперь наметили центр по низу шторы центр шторы вверху вот так вот линия прям и на ней поставили меточку свою ту которая у вас вот здесь вот отмечена также делим по низу шторы пополам и по верху шторы пополам укладываем все это ровно и ставим меточку вот у нас ну и точно так же здесь наметили здесь наметили и поставили меточку теперь все эти метки нужно соединить одной линией так еще момент чтобы ровно отметить вот эту линию вы можете ориентироваться вот вы когда поставили вот эти метки до того как вы уже с еще соединили вам нужно соединить это линии ровная если у вас нет пространства большого вы можете частями укладывать например половинку можете положить на стол чтобы вот этот край был у вас там но на крае стола чтоб ровненько либо же на полу если вы делаете можно рулетку развернуть зафиксировать чтобы она лежала ровно и ткань вот так вот вот например эта рулетка и вы к рулетке так раз ткань подвинули и вас ровно лежит затем соединить если у вас нет большой какой-то линейки также можно рулетку покласть рулетку и по ней уже соединить эти линии но только так чтобы у вас вот это вот линия ровно лежала штора чтобы вас не было потому что я понимаю что этот масштаб может быть там 5 метров и 7 метров и это будет очень сложно делать мне а нужно это все делать четко ровно по меткам потому что если там тканью так где-то будет гулять и где-то неровно этот вот средств будет лежать то есть весна линия у вас будет не ровная и потом соответственно все это будет видно по низу шторы поэтому вот эту линию нужно уделить максимальное внимание чтобы это было ровно. В идеале, конечно, чтобы у вас полностью вся штора лежала вот так вот ровно, и вы это все отмечали. Но я понимаю, что в домашних условиях это практически нереально сделать, поэтому на полу хотя бы вот такими вот отмеряли здесь вот эту точку, эту точку, уложили вот так ровно линию, провели, и вот так частями-частями всю линию нарисовали. Потом вот так развернули максимально, насколько это возможно, всю эту штору и посмотрели, чтобы она у вас вот такая вот не была, а чтобы она была четко ровная линия, и совпадали вот эти все метки, которые вы намечали. Так, затем у нас будет пришита к этой линии вот так лента. Вот так. Вот сюда пришиваем, вот так по краешку ленты на 0,1. Цвет ниток я меняю на белые, но в этом образце я не буду менять нитки, чтобы и вам виднее было. Ну, и если честно, у меня нет белых ниток, я не взяла их с собой, приготовила и забыла в Украине, а те, которые заказала, они еще не доехали ко мне, поэтому буду шить теми, которыми шила штору. Вот. И поэтому вот воскос она лежит, поэтому также нужно отмерять и припуск под ленту. Вот. Я отмерю. Вот у меня с этой стороны сколько? 4 сантиметра. Ну, вот я по 4 сантиметра и буду отмечать. Вообще, я делаю всегда практически на всю ширину. Если это прозрачная ткань, то я делаю на всю ширину припуск, чтобы вот здесь на просвете не было видно, ну, вот, как полоски такой. Если это плотная ткань, то я делаю до вот этой нитки, там, 5 сантиметров. Сама лента у меня 6 сантиметров. Вот. Ну, каждый по-разному делает эту подгибку. Я показываю, как я делаю. Здесь у меня маленький припуск, поэтому я по нему ориентируюсь. У меня будет 4 сантиметра. И теперь можно этот припуск подрезать. Все. Вот так у меня вот эти вот техзагибы. Видите, они также подрезались. Вот. И теперь мы это все мы делаем на лицевой стороне шторы. ленту укладываем ленту укладываем петлями вниз шторы. Вот таким вот образом. Чтобы когда мы вы можете прям себе вот так подвернуть и посмотреть, вот, у вас будут тогда наверху эти петли. Так. Также, если у вас нет возможности разложить вот эту ширину полностью, то делайте это фрагментами. но чтобы оно лежало у вас четко, ровно, чтобы вы смогли ровно приколоть ленту. Так как у вас по косой это будет все, то советую накалывать булавочки по гуще, так часто, часто. Чтобы вам было легче шить и вот эта вот костяна, она не растягивалась. Лента-то не растягивается, а под лентой ткань по косой тянется. тянется. Поэтому мы так вот часто делаем булавочки, таким образом фиксируем. Вот эти булавочки я сейчас опа и перенесу вот сюда на лицо. Вот эти, которые у меня завороты были заколоты, я их на лицо прям с лентой вот так и зафиксирую. Так, все. И теперь прокладываем строчку. Так, все. Сделала я строчку. Затем переворачиваю наизнанку. И вот таким вот образом я теперь фиксирую штору. Так, проверили. Петелечки мы правильно сделали? Правильно. Чтобы петлями во внутренне пришили. Это тоже часто все забывают проверять. Прикладывать ленту, пришивают, а петельки внутри. Все, крючки некуда всовывать. Так, так же я все это часто накалываю булавочками. Вот. Там, где завороты также фиксирую, чтобы никуда она не делась. И еще момент. Вот здесь вот между вот этими нитками, которые стягивают ленту, я так же прокладываю третью строчку. Это делается для того, чтобы когда при сборке четко вот эти фалточки собирались вот для удобства, чтобы не было вот этих пузыристых моментов. Вот. Я всегда делаю третью строчку. И так как у нас по косой это все заколото, мы будем шить по косой, я так же вот в шахматном порядке между этими иголочками я фиксирую вот здесь, в том месте, где будет у меня строчка. Таким образом, мы еще больше фиксируем ленту, она никуда не денется. Вот. И мы можем быть уверены, что у нас ничего там с лицевой стороны не перекосит. И вот смотрите, видите, все вот так ровно получится. Так, что мы делаем с вот этими боковыми моментами? я делаю вот так. Я подворачиваю на лицевую сторону и подрезаю. Вот так. Почему я подворачиваю на лицевую сторону? Потому что оно подрезается не ровно, а вот так по косой. Так же можно ориентироваться просто по боковой линии отступили и вот четко оно параллельно боковой линии идет. Вот. И затем вот так вот делаем вот такую вот подгибку. ленты. Чтобы она не выглядывала с лицевой стороны. И так же фиксируем мы все это булавочками. Вот так. И вот этот момент я его не подрезаю, я просто вот так вот туда его прячу в ленту. Так. И так же все это иголочками фиксирую. Точно так же и с другой стороны я параллельно боку подрезаю ленту и делаю вот такую подгибку. Вот так. Все. Теперь я прокладываю внизу строчку и посередине. по боку вот здесь строчку я не прокладываю. Вот. Оно все там завернуто. Здесь зафиксировано будет посередине строчка. То есть оно никуда не вылезет, ничего не тянется и вот эти нитки легче будет вытягивать. Поэтому я с боковых не застрачу. можно сделать и здесь по бокам строчки на ваше усмотрение. Все. Идем до машинки. Так. Момент. Когда я дохожу до булавки я ее вот так вынимаю и дальше шью. Чтобы иголка не попала случайно на булавку и не затупилась и не поломалась. Это опасно. Ну и так же может сделать затяжку на ткани. Поэтому лучше их убирать перед иголкой. Сильно вот так не растягиваю так как по косой. Но и припосаживать тоже нельзя. Как бы контролировать нужно руками. Вот. И проверять чтобы было все ровно. Ну осталось нам прошить посередине строчку и штора будет готова. Обрезаем ниточки чтобы у нас ничего не торчало с лицевой стороны и с изнаночной чтобы тоже было все красиво. Все. Наша штора готова. Вот. Все ровно. Проверили. Все. Пойдемте покажу что получилось. вот так у нас получилось. Вот три строчки с лицевой стороны две строчки. Вот. Нету вот этих вот перекосов. Все ровно. Я уверена что в больших размерах у вас получится все так же ровненько. главное не спешить все хорошенечко накалывать проверять и делать все четко последовательно и не спешить. И у вас все получится я уверена. теперь мы вытягиваем вот эти вот попало немножко в строчку вот здесь попало в закрепку но ничего страшного я вот так подрежу так советую я завязывать по две ниточки если у вас также четыре ниточки на ленте я советую вам завязывать по две и по две можно все четыре сразу в один узелок завязать но тогда может вот здесь вот так вот быть сдавлена при стягивании вот можно вот эти вот подрезать так и с этой стороны также вытягиваем вот и стягиваем нашу штору размерчик конечно очень маленький но я думаю принцип понятен вот смотрите для чего нам нужны вот эти вот тех подгибы я их называю завороты загибы кто как их называет загибы в общем не имеет вообще значения как их называть главное какую функцию они несут вот с лицевой стороны видите все красиво нигде не видно у нас ни строчек ничего понятно что когда будет у вас большой размер у вас будет все четко вот так стянуто ну не будет такого как у меня а четко вот так все будет у вас ровненько стянуто вот немножко дальше сделать чтобы было полностью во весь рост так сказать видно вот смотрите видите когда она висит вот штора эти вот моменты они завернуты вот и с лицевой стороны их не будет видно то есть вот эти вот швы их не будет видно даже если у вас будет где-то подстянут этот шов то есть его визуально не будет видно вот поэтому я рекомендую делать вот такие вот завороты они придают опрятности аккуратности вашей шторы уже на окне вот такой вот мастер-класс по пошиву косых штор у меня получился если вам было полезно и понравилось мое видео ставьте лайк и пишите комментарии мне будет очень приятно также напишите в комментариях какие еще хотите увидеть моменты видео по пошиву шторы не только штора а в целом домашнего текстиля на моем канале пишите в комментариях ваши предложения вопросы постараюсь на все ответить и буду снимать дальше следующие видео про пошив всем пока ставьте лайки еще раз и до следующего видео хорошего всем настроения ровных строчек чтобы не было перекосов и все было четко и красиво